В стране продолжается стремительная модернизация материально-технической базы объектов защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций. Так, в городе Янгиере после капитальной реконструкции сдана в эксплуатацию пожарно-спасательная часть. Современная, хорошо оснащенная, капитально отремонтированная. Вот в такой пожарно-спасательной части отныне будет нести службу личный состав отдела по чрезвычайным ситуациям города Янгиера. Объект открыли в торжественной обстановке. Согласно уже сложившейся традиции, в числе первых выступили ветераны спасательного дела. Корифеям профессии, которые видели всякие времена, есть с чем сравнивать. Наличие вот таких условий способствует повышению уровня профессиональной подготовки личного состава. Здесь есть новый футбольный стадион, тренажеры, библиотека, комнаты отдыха, современный инвентарь и отличное обмундирование. Но так было не всегда. К примеру, до капитальной реконструкции объект выглядел вот так. По словам ветеранов, часть была построена в 1957 году и с тех пор не подвергалась серьезному ремонту. Модернизировать сферу поручил глава государства. Результат, что называется, налицо. На протяжении последних пяти лет обновленные пожарно-спасательные части открыты практически во всех регионах страны. Причем в приоритете были самые отдаленные районы. В свое время мы мечтали о таких условиях. Поэтому нынешнему молодому поколению спасателей очень повезло. В обновленном здании отдела по чрезвычайным ситуациям имеются современные оборудования, при помощи которого повышается эффективность службы. Нам, в свою очередь, остается только порадоваться тому, что данной сфере уделяется такое серьезное внимание. Генерал и молодежь. Таков был формат непринужденного диалога. Говорили на самые разные темы. О стремительных изменениях, которые сегодня происходят в стране. О достижениях в спорте и науке. Но все же большая часть разговора была посвящена выбору профессии. Ведь для этих ребят сейчас-то самый главный вопрос. Вдохновленные сегодняшние встречи, многие из них приняли решение связать свое будущее с благородной профессией спасателя. А это уже одна из воинских частей Сырдаринского района. Здесь профессорско-преподавательский состав Академии МЧС проводит двухдневные курсы для молодежи, которые взяты под опеку министерства. Опытные офицеры знакомят ребят с азами воинского и спасательного дела. По итогам обучения слушателям вручаются специальные сертификаты. Такие курсы организованы в Сырдаринской и Самаркандской областях.